Это огромная белая акула. Крупнейший морской хищник. Впечатляет, да? Но вот незадача ее съели. Да, кто-то еще более огромный и опасный. Я расскажу вам, как ученые несколько десятилетий бились над загадкой, кто смог сожрать белую акулу. Мегалодон, огромный кальмар или еще кто-то хуже. Буду идти по всем версиям, а в конце расскажу про страшные выводы ученых. Начало. Давайте начнем с самого начала. Белые акулы, известны своей силой и опасностью, считаются вершиной пищевой цепочки в океане. И так и было до этого случая. В 2003 году австралийские исследователи решили проследить за поведением одной из таких акул, прикрепив к ней трекер. Огромная акула длиной почти 3 метра стала объектом научного интереса, но спустя 4 месяца трекер был найден на берегу без всяких следов самой акулы. Выплюнуло? Нет, такое невозможно. Вариант был только один, кто-то съел этого невероятного хищника. Но кто? Зачем вообще в нее засунули трекер и что хотели узнать? Изначально исследование началось вдоль побережья Австралии в Бреммер-бэй, где режиссеры Дэйв и Джанин Риггс снимали документальный фильм про белых акул. Внезапно их внимание привлекло необычное событие. На берег были выброшены тела девяти огромных мертвых кашалотов. Это зрелище привлекло группу голодных белых акул, что стало идеальным моментом для начала исследования. Ученые, оповещенные Дэйвом, прибыли на место с необходимым оборудованием. Они использовали длинные шесты с иглами, чтобы закрепить на акулах трекеры, которые помогли бы отслеживать их миграционные пути. Первую акулу назвали Альфа из-за ее невероятных размеров. Она была самой большой, но именно ее и сожрали в итоге. Через четыре месяца после начала наблюдений трекер Альфы был обнаружен на берегу, но самой акулы рядом не было. Анализ данных показал, что в канун Рождества акула вела себя как обычно, плывя в пределах своей обычной зоны обитания, но внезапно она начала стремительно погружаться на глубину, достигнув отметки в 580 метров. Намного глубже, чем обычно находятся белые акулы. Спустя всего несколько секунд после достижения этой глубины, температура воды вокруг трекера резко увеличилась с 8 до 26 градусов Цельсия. Как такое возможно? Исследователи решили, что трекер мог оказаться внутри живота более крупного хищника. Насколько огромна белая акула? Но чтобы вы понимали весь абсурд происходящего, давайте расскажу про белых акул. Чем они так ужасны? Большая белая акула часто изображается в культуре как живое воплощение ужаса морей и фактически является внуком мегалодона. Большая белая акула обитает в теплых водах у берегов Калифорнии, Мексики, Африки и Австралии. Известная своими габаритами, длиной от 4 до 6 метров и весом до полутора тонн, она внушает страх своим видам. И практически тонна этого веса – чистые мышцы. Представляете? Ее униформа – классический смокинг черно-белого цвета, который служит естественным камуфляжем. Снизу белый, сливается с ярким небом, а сверху черный, с глубинами океана. Акула славится своей электрической чувствительностью, благодаря которой она может улавливать электрические сигналы от работы мозга и сердца потенциальной добычи. Ее обонятельная луковица настолько чувствительна, что способна учуять каплю крови на расстоянии, равном объему большого бассейна. Это позволяет акуле эффективно находить раненых животных, которые легче всего поймать. Несмотря на свою репутацию, большая белая акула не является бездумным убийцей. Исследования показывают, что человек не входит в число ее предпочтительных целей. Случаи нападений обычно связаны с ошибочной идентификацией, когда акула принимает человека за тюленя или другую добычу. К тому же после пробного укуса акула часто отпускает человека, понимая, что это не очень вкусно. Интересный факт о репродуктивном поведении больших белых акул – это эмбриональный каннибализм, при котором самые сильные зародыши поедают своих братьев и сестер в утробе матери. Да, выживает сильнейший. Но самое важное, что белые акулы не привыкли быть чьей-то пищей со времен динозавров, отсюда и столько интереса к этому случаю. Убийственная зона То, что съела акулу Альфа, было поистине невероятных размеров и силы. Представляете, как удивилась сама акула? Исследователи во главе с Дэйвом Фриксом решили более глубоко изучить последние моменты жизни акулы, которые привели ее в район Южного океана у Австралии, известный как Убийственная зона. Почему его так назвали? Это место – глубокая подводная долина, опускающаяся на пять километров, где переплетаются пути миграции различных морских животных, включая белых акул, косаток и гигантских кальмаров, борющихся за доминирование. Полной решимости разгадать эту загадку, Дэйв и его команда собрались осмотреть это место на собственноручно сконструированном подводном аппарате. Аппарат был собран из металлического каркаса, деталей от газонокосилки и пяти слоев защитного стекловолокна, что теоретически должно было выдержать нападение самых сильных морских хищников. Смелость исследователей была на грани безумия, но их желание встретиться лицом к лицу с неизвестностью было неудержимо. Вскоре после погружения они столкнулись с невероятными трудностями. В водах, всего в 20 метрах от поверхности, команду окружила стая злобных узкозубых акул и грозных косаток. Опасность была настолько велика, что даже небольшое пребывание в этой зоне могло стоить им жизни. Очевидно стало, что миссия обречена на неудачу. Местность была настолько опасной, что исследователи были вынуждены отказаться от своих планов и вернуться на поверхность, не успев провести тщательное исследование. Мегалодон Кто вообще приходит на ум? Кто реально смог бы съесть огромную акулу? Еще более крупная разновидность. Мегалодоны, крупнейшие акулы, когда-либо существовавшие на Земле, вполне подходят на эту роль. Эти огромные хищники, по некоторым данным, достигали в длину до 18 метров и имели челюсти, способные раскрываться на 3 метра в ширину. Достаточно, чтобы заглотить целую акулу или даже двух взрослых людей сразу. Несмотря на то, что мегалодоны вымерли более 3 миллионов лет назад, существует непрекращающийся интерес к возможности их современного существования. Однако важно учитывать ряд научных фактов и логических рассуждений, касающихся этой темы. Во-первых, размеры мегалодонов и их предполагаемая экологическая ниша. Эти акулы, вероятно, были опекс-хищниками, что предполагает их присутствие в относительно мелких водоемах у побережья, где они могли находить достаточно крупные добычи для поддержания своего огромного размера. Исчезновение мегалодонов, по мнению ученых, связано с изменением климата и уменьшением численности крупных морских млекопитающих, которые составляли основу их рациона. Ну и второй момент – это отсутствие надежных свидетельств их существования в современном мире. Ведь если бы мегалодоны действительно существовали до наших дней, они были бы замечены не только из-за своих размеров, но и из-за поведения, которое должно включать активную охоту в мелководье. Может, они ушли на глубину и так скрываются? Возможно, но и эта теория сталкивается с проблемами. Животные, адаптированные к глубоководному образу жизни, как правило, меньше по размеру, менее активны и имеют совсем другие адаптации к низкому давлению и отсутствию света. Эволюционные изменения, необходимые для перехода от мелководного к глубоководному образу жизни, включали бы значительное уменьшение размера и метаболизма, что противоречит известным данным о мегалодонах. Нельзя быть большим и столь редко кушать, не попадаясь людям на глаза. Так что же могло съесть акулу-альфа? Может быть, это неизвестный науке гигантский хищник, живущий в глубоких водах? Или, возможно, это была группа косаток, известных своей способностью охотиться на крупных акул? Что бы это ни было, оно навсегда изменило наше представление о том, кто является настоящим хозяином океанов. Гигантские кальмары. Хорошо, но ведь в убийственной зоне куча кальмаров и косаток. Может, акулу сожрал кто-то оттуда? Косатки, несмотря на свои размеры и скорость, маловероятно могли бы достичь такой глубины, где было найдено последнее местоположение трекера акулы. При их размерах просто физически невозможно опускаться на подобную глубину. Да и данные о температуре, которую показал трекер, также не соответствуют температуре тела косатки. Это приводит нас к другому возможному подозреваемому. Какому? Гигантскому кальмару, которые периодически попадают на фотографии и обладают невероятными размерами. Это существо, окутанное мистикой и тайнами, но доподлинно известно, что они могут достигать до 18 метров в длину и веса около тонны. Их длинные щупальца, оснащенные крепкими присосками, способны охотиться и захватывать крупную добычу, такую как акулы. Они способны на так называемую вертикальную суточную миграцию, когда ночью поднимаются к поверхности для охоты, а днем опускаются на значительные геллины. Доказательством возможностей гигантских кальмаров могут служить находки акул с отпечатками щупалец, что указывает на их способность атаковать крупную добычу. Эти существа обитают на глубинах, сопоставимых с глубиной, на которой был потерян сигнал трекера альфы, что делает их весьма вероятными кандидатами на роль убийцы. Сложность изучения гигантских кальмаров, обусловленная их глубоководным образом жизни, и скрытным поведением, делает эту теорию особенно интригующей. Вероятно, огромный кальмар мог заметить альфу во время своей ночной охоты и затянуть несчастную акулу в глубины, где и разобрался с ней. Звучит вполне логично. Гигантский кальмар имел мотивы и возможность атаковать, если бы не одно «но», которое полностью ломает эту стройную теорию. Мозозавр Помните, я говорил про резкий скачок температуры? Это также важно, как и резкое изменение глубины трекера. Температура, зафиксированная трекером, явно указывает на теплокровное существо, способное проглотить акулу целиком, что ставит под сомнение предыдущие предположения о гигантских кальмарах. Исходя из этого, мы возвращаемся к возможности существования древних морских рептилий. Но кто из них мог бы составить конкуренцию белой акуле? Мозозавры, которые обладали необходимыми размерами и физиологическими характеристиками для охоты на крупных морских хищников. Мозозавры могли достигать длины более 15 метров и обладали мощным хвостом, который обеспечивал им высокую скорость в воде, а также острыми зубами, способными разрывать твердую плоть. Тем не менее, возникает закономерный вопрос. Могли ли мозозавры или подобные им существа выжить до наших дней? Существование таких гигантских морских рептилий в современных водах кажется маловероятным из-за отсутствия надежных свидетельств их присутствия. К тому же метеоритный дождь, произошедший около 66 миллионов лет назад, существенно изменил климатические условия на Земле, что привело к массовому вымиранию, включая большинство морских рептилий. Но может кто-то все-таки смог выжить? Даже если некоторые из этих существ нашли убежище в глубоководных трещинах или пещерах, долгосрочное выживание в условиях измененной экосистемы и пищевой цепи оставалось бы весьма сомнительным. Экстремальные изменения в кислотности океанов и другие экологические стрессы, вероятно, исключили возможность их существования в современных морях. Но кто-то же съел акулу, и с этим фактом трудно спорить. Может, Блуп? Возвращаясь к более научным предположениям о морских существах, которые могли бы остаться неизвестными человечеству, давайте рассмотрим левиафанов или мелвиловых кашалотов и возможности их современного существования. Левиафаны, древние кашалоты с огромными зубами, могли бы потенциально конкурировать с мегалодонами за титул главных океанических хищников. Считается, что они вымерли около 9 миллионов лет назад, вероятно, из-за изменений в климате и уменьшения численности их основной добычи. Есть ли шанс, что каким-то особям удалось затихариться и выжить? С одной стороны, вероятность того, что такие крупные млекопитающие, как левиафаны, могли остаться незамеченными в наши дни, крайне низко. Эти животные, как и современные киты, должны регулярно подниматься на поверхность для дыхания, что делает их легко заметными для людей и исследователей. К тому же, за миллионы лет они бы, вероятно, претерпели значительные эволюционные изменения, которые могли бы изменить их внешний вид и поведение. С другой стороны, таинственный звук, зафиксированный в 1997 году и известный как «блуп», действительно вызвал интерес среди исследователей. Этот звук был настолько громким и необычным, что теории о его происхождении варьировались от гигантских неизвестных морских существ до геологических явлений. Хотя впоследствии предполагалось, что это могли быть звуки, связанные с трещинами во льдах или другими природными процессами, окончательно источник звука так и не был идентифицирован. Даже среди ученых осталось множество приверженцев версии про огромное создание на глубине. Так что, несмотря на отсутствие убедительных доказательств о существовании левиафанов или других предполагаемо вымерших гигантских морских существ в наши дни, мир океанов все еще полон тайн, и каждое новое открытие может подтолкнуть нас к переосмыслению наших знаний о морской жизни. Получается, что за все эти годы ученые ни к чему не пришли? Нет, есть еще одна версия, которая в мировом сообществе и претендует на верную. К чему пришли исследователи. Итак, после долгих размышлений и многочисленных теорий наука предложила объяснение, которое кажется наиболее правдоподобно. Альфу съела другая, гигантская белая акула, которая, вероятно, страдала от гигантизма. Это состояние заставляло акулу расти до невероятных размеров, делая ее настоящим гигантом среди своих собратьев. Подобные случаи каннибализма среди акул не являются необычными, особенно когда речь идет о более крупных особях, потребляющих меньших. У них это даже на эмбриональном уровне заложено, как я говорил в самом начале. Эта пятиметровая акула-каннибал не только могла легко справиться с альфой, но и могла использовать глубоководье для нападения, что изначально избило с толку исследователей. Что касается вопроса о том, могло ли это быть какое-то другое неизвестное существо, то тут вопрос остается подвешенным. Однако в данном случае все доказательства указывают на то, что это была именно другая белая акула. Редкий случай экстремального гигантизма показывает, насколько мало мы все еще знаем о морских глубинах и их обитателях. Недаром говорят, что океан изучен лишь на пару процентов по сравнению с сушей. Океан по-прежнему полон неизведанных уголков и неописанных видов. Возможно, что где-то действительно плавает огромный блуб. Вокруг него кружится сорокометровый кальмар-гигант, а рядом по дну ползет мозазавр. Наука не отрицает и такие варианты. А что вы думаете? Действительно другая акула сожрала или вы думаете, что кто-то другой? Пишите в комментариях. И да, если вы любите загадки, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании, будем рады сотрудничать. Спасибо за просмотр, буду безумно благодарен лайку и подписке.